Вот это да. Таранова, спасибо тебе большое за переподписку, спасибо. Кац, да что вы, блядь, с этим кацем, я не понимаю, ну что нахуй? На днях русскоязычный интернет просто взорвало интервью Юрия Дудя с Оскаром Кучерой. Так и прям взорвало. Надо отдать должное, как интервьюеры, так и гостю. Они вместе, прям на камеру, провели, прям лабораторию. Еблю, как сказал Стас. Вторный эксперимент по залезанию в голову человеку, поддерживающему российские войска в Украине. 8 миллионов зрителей вовсе не увидели человека с чуждой им системой взглянов. На протяжении почти трех часов аудитория наблюдала отсутствие какой бы то ни было системы взглянов. Возникло ощущение, что слушаешь того, кто страдает раздвоением личности. Внутри одного человека спорят между собой милитарист и пацифист. Причем обе эти личности, и военные, и антивоенные, лишены логики и не способны выстроить причинно-следственных связей. Благодаря Юрию Дудю мы смогли заглянуть в этот удивительный внутренний мир. Зрелище расш... Мне, кстати... А, вот. Вот. Ну, блядь, ну это стыд. ...щепленного сознания завораживает, пугает и оставляет в недоумении. Как же люди живут с такой кашей в голове? Сегодня поговорим о том, почему некоторые наши соотечественники выступают одновременно и за, и против войны. И как вообще устроена эта нелогичная логика. Государственная социология и пропаганда любят говорить, что войну поддерживает большая часть россиян. В ЦИОМ сначала в Таджини... ...в Украину оценивает поддержку в 70%. Какие-то опросы, блядь, вообще? Кто кого спрашивал, опрашивал. Минуточку. О, стрима нет. Офлайн. Да ёбаный рот, блядь. 1700 человек. Ну, по статистике этой она не всех учитывает, далеко не всех. 1700 зрителей у меня сейчас из России показывают здесь. Почти тысяча из Украины. Ну вот, 1700. Хоть кого-то из вас спрашивали? Это же число повторяют не только российские, но и зарубежные даже СМИ. И хотя мы уже давно понимаем... Я понял, блядь. Кац, кац про Днепр. Да дайте мне это видео посмотреть. Во всём, что касается политики, данным в ЦИОМа, можно верить не больше, чем гороскопом в газете Дачная. Картина вот эта... Про Днепр я уже высказывался несколько раз. Плюс я видео про Днепр у него смотрел, но вне стрима. Вот. Подавляющего одобрения войны запомнилась и растиражирована. Давайте посмотрим, как же властям удается создать такую картинку. Начнем с того, что незадолго до начала войны проводился опрос, где россиян спрашивали, одобрили бы они военную помощь самопровозглашенным ДНР и ЛНР. Первый вопрос был, считаете ли вы, что нужно послать войска на помощь народным милициям непризнанных республик? Второй. Должна ли Россия обучать и снабжать войска ЛНР? То есть вопрос был сформулирован не так. Поддерживаете ли вы полномасштабное вторжение на территорию соседнего государства и уничтожение его гражданской инфраструктуры? Звучал он таким образом. Поддержите ли вы Россию, если она начнет открыто делать то, что и так подспудно делала на протяжении 8 лет? Каковы были результаты опроса? Всего лишь 8% опрошенных россиян поддерживали отправку войск в ЛДНР. Только 9% — обучение войск непризнанных республик. Всего 8,9%. И вдруг, откуда ни возьмись, через пару месяцев появились аж 70% поддержки полномасштабной войны. В шпионских фильмах и литературе есть такой популярный образ — спящие агенты. Это подготовленные вражескими спецслужбами люди, которые ведут обычную жизнь, пока не услышат особую комбинацию слов, которые служат командой для начала активных действий. Слышал, что Кадыров пошел на годовой отпуск? Нет. И вот официальная социология пытается нас убедить, будто больше половины россиян — это такие спящие агенты рессентимента и империализма, которые проснулись и стали поддерживать войну сразу же, как кто... Бля, я забыл вам показать. Прекол, ёп твою мать. С дудем. Или армия России виновата в том, что она забралась на чужую территорию, увязла там, и теперь непонятно, что делать. Может быть, это не Зеленский виноват, а тот, кто армию туда затащил? Хорошо, тогда почему? Минские соглашения? Да, конечно. Ну-ка, ну а что еще говорить мне? Все. Вот. Это весь прикол. Хорошо, тогда почему? Минские соглашения? Да, конечно. Ну-ка, ну а что еще говорить мне? Эээ, бля. Я думаю, тогда, когда мы смотрели данное видео, у многих такая реакция была в эту секунду. Хе-хе-хе, сука, пиздец. Только она началась. Фразой и паролем стали, видимо, слова «Украину создал Ленин». Украина имени Владимира Ильича Ленина. Как раз подходит. Случайно такое не услышишь. А если серьезно, как объяснить, что за короткое время миллионы людей сменили позицию на диаметрально противоположную? Завтра. Есть несколько способов накачать процент поддержки в соцопросе. Например, нарисовать результат. Но есть еще вариант. Второй способ – это задать респонденту некорректные вопросы. Например, скажите, пожалуйста, решение провести специальную военную операцию России в Украине вы поддерживаете или не поддерживаете? Это как раз из того опроса, который подарил нам те самые 70% поддержки. Почему этот вопрос некорректен? Во-первых, речь в нем идет не о войне, а об СВО. С этим размытым определением легче согласиться, чем с войной. Во-вторых, респонденту не предлагают оценить ход войны, жертвы и вообще все, что произошло с момента ее начала. Только самое первое решение – начать войну. Если бы вопрос звучал, например, так. Так, одобряете ли вы военное вторжение в соседнюю страну, которое уже привело к жертвам среди мирного населения? Если бы так, процент был бы совсем другой. Кроме того, мы знаем, что огромное количество людей лукавят в соцопросах просто из страха. Мало кто разбирается в новых репрессивных законах против фейк-фейков об армии. К бабушкам домой приходят какие-то люди, что ли? Все знают, что они есть. С бумажкой в руке. И не хотят открыто заявлять оппозиции по телефону. Это в ЦИОМ звонит на домашний телефон, который в хату по проводу с подъезда идет. А что, такие телефоны, блядь, еще существуют и ими пользуются, охуеть. По телефону звонят, мне звонили. Просто сейчас, как бы, ну, по-моему, домашних телефонов, кто этим пользуется, господи. Пару бабушек, блядь, по всей России. Ну, вот они им позвонили, наверное, это и есть 70%. Просто звонящему человеку, проводящему опрос, заявлять позицию, за которую в лучшем случае можно получить штраф в месячную зарплату. А то и в тюрьму сесть. Люди боятся говорить правду. Но это указывает огромный процент отказов от участия в опросах. Ну, блядь, смотря как сказать еще, понимаете, там, типа, нужно по-разному высказаться против. Не обязательно тебя сразу за это, блядь, отправят куда-то. А если еще добавить в опрос вариант «не хочу отвечать», то процент поддержки сразу упадет. Так делает, например, независимый исследовательский проект «Хроники» в своих опросах. Возможно, что многие респонденты выбирают вариант «поддерживаю войну» просто как самый безопасный. Еще один способ увеличить процент поддержки использования нерепо... Ммм, поддержка войны продолжает падать. Ага. Откуда, блядь, вся эта статистика? Хуже то, что подавляющая часть российских граждан отказывается от участия в соцопросах, вносит искажения в результат. Ну, потому что те, кто против, скорее будут отказываться, чем те, кто за. По-хорошему, опрос, в котором отказались участвовать почти все респонденты, должен быть признан несостоявшимся. Его результаты просто нерелевантны. Также вносит искажения и то, что в ЦИОМ, как и Левада, например, и многие другие, никак не градируют отвечающих... На ВДНХ, что ли, эта звезда стоит? ...к неподдержки. Ебать! Это где, блядь? А ведь есть огромная разница между теми, кто искренне поддерживает войну... Блядь, это что, ВДНХ? ...и теми, кто думает при этом... Да-да-да-да, поддерживают, только отстаньте от меня и не звоните больше. И главное, не зовите ментов. Есть разница между ярыми милитаристами и теми, кто лишь склоняются в сторону поддержки СВО. Ну или отвечают так, чтобы от них отстать. А, Парк Горького. Но и те, и другие в итоге проходят по одной категории, за войну. Кроме того, респондентов ставят в положение, когда нужно большое мужество, чтобы ответить нет. Гораздо проще выразить свое несогласие, когда есть выбор между разными степенями несогласия. Когда помимо бинарного вопроса «да» и «нет», можно еще и выбрать какую-то более мягкую форму отрицательного ответа. Да поняли мы, ебаный нахуй, воду лезь. В этом случае человек не почувствует, что он прямо противопоставляет себя государству. Не почувствует такой опасности. Но респондентов намеренно заставляют выбирать только лишь между двумя вариантами, чтобы выражение антивоенной позиции было максимально некомфортным. Когда в независимые опросы добавляют больше градации, мы видим, что число ярых сторонников войны гораздо меньше официально. Больше всего тех, кто хочет мирных переговоров и конца войны. Но даже если убрать все уловки провластных социологов и провести независимый опрос, все равно будут люди, которые поддерживают войну в Украине. Как такое вообще возможно в 21 веке? Лаборатория публичной социологии провела исследование, в котором не ограничено с простыми вопросами для статистики, а провела глубинные интервью. Качественное исследование, не количественное. В этих глубинных интервью респондентам задавалось множество открытых вопросов, чтобы узнать, почему люди придерживаются той или иной точки зрения. Авторы поговорили более чем с двумя сотнями россиян по всей стране. С людьми разных взглядов. И хотя выборка исследования больше отражает мнение жителей крупных городов, особенно Москвы и Санкт-Петербурга, прочесть выводы этой работы все равно стоит. Не стану пересказывать все исследование, оно очень объемное, но остановлюсь на закономерностях, которые прослеживаются в интервью тех, кто называет себя сторонником войны. Вот прям как тот человек в интервью Дудю. Закономерность первая. Люди почему-то думают, что обязаны поддерживать спецоперацию, даже если она противоречит их моральным принципам или политическим взглядам. Этот мотив повторяется у многих респондентов. Мы не хотели этой войны. Война кажется им случившимся злом, бедой, которая свалилась им на голову из ниоткуда. Многие опрошенные вспоминают, что в конце февраля у них была такая же реакция, как у нас с вами. Ужас, непонимание и слезы. Но эти же люди в вопросах встают на сторону российской армии и власти, со словами своих нельзя критиковать. Вот парочка типичных цитат. Большинство друзей в ужасе. Естественно, они против войны. Но я поддерживаю все равно вооруженные силы, потому что как гражданин России я по-другому поступить не могу. Или даже так. Я считаю, что не во всем может быть армия права. Но в условиях военного времени я свою армию критиковать не буду, потому что в военное время свою армию критиковать нельзя. Я вот думаю просто. Как бы пример привести. Как это умеет делать Оскар Кучера. Ну, знаете там. Ну, вы поняли. Ладно. Поддерживать свое государство при любых обстоятельствах в глазах некоторых россиян это необходимость и тяжелый долг перед родиной, которую они искренне любят. При этом идея, что не соглашаться с действиями своей страны можно именно из чувства искренней любви к ней, такая идея не является очевидной. Сложная позиция может быть выработана только в рамках общественной дискуссии, а таковая у нас под прямым запретом. Закономерность вторая. Многие поддерживают войну потому, что сама мысль о поражении внушает им ужас. Они считают, что даже в бессмысленной и несправедливой войне все равно нужно победить. Иначе будет еще хуже. И стране будет хуже, и им самим, в частности, тоже будет хуже. Мне фломастер все пытался донести эту мысль. Вот что они говорят. И вот в итоге, я думаю, что ничего хорошего из этого не получилось. Но уже обратно не пойдешь. Во-во-во-во, один в один буквально. Потому что тогда вообще Россию растопчут, если мы пойдем назад. Тогда нам точно всем конец. Во, да. Один в один. Раз начали проигрывать уже нельзя. Так можно коротко обозначить эту позицию. Такие люди стараются забыть о собственных взглядах и нравственных нормах. Они надеются на результат, который сами считают не хорошим, а просто менее катастрофическим. А чтобы люди увидели другие варианты между однозначной победой и однозначным проигрышем. Чтобы люди поняли, что победа недостижима в принципе, а отказ от продолжения войны не является априори поражением. Для этого, опять же, нужна общественная дискуссия. Потому власть и делает публичные дискуссии невозможными, чтобы граждане не увидели разнообразия аргументов и вариантов. Так людям навязывают заведомо некорректный выбор. Третья закономерность, возможно, самая удивительная. Многие опрошенные сторонники войны не доверяют государственным СМИ. Они стараются не смотреть политические шоу на телевидении, потому что понимают, что это пропаганда. Они рассуждают примерно так. А российское телевидение — это средство пропаганды воюющей страны. Как оно может быть объективно? При этом люди уверены, что сами берут информацию из независимых и объективных источников. Хотя в реальности телеграм-каналы, которые... Хесус, ты не прав по поводу опроса россиян. Мне 25 лет, мне недавно звонили в СОМ, и я проходил опрос. Скинул тебе даже ролик в предложку ОТГ, как это было. Там тришовые вопросы. Зацени на стриме или сам. Не спать! Они читают, точно так же аффилированы с российскими властями. Некоторые ищут новости на ленте РУ, в «Ведомостях» или в «Коммерсанте». СМИ, которые уже давно перестали быть независимыми. Но их аудитории об этом неизвестно. В итоге сторонники войны говорят, что пропаганде не доверяют, но при этом повторяют официальные тезисы и оправдания. Многие россияне, в основном те, кто не имеют четкой позиции, говорят о том, что не доверяют вообще никакой информации о войне, потому что вся она может быть сфабрикована. 10к дебилов сидят на стриме у Хеса. Пиздец. Чел политику стримит, в которой он не разбирается. И это говно все равно смотрит. Бля, спасибо, что ты пришел, один разбирающийся. Теперь на моем стриме 10к неразбирающихся и один долбоеб ты, который, конечно же, разбирается. Вот. И у нас с рождения, блядь, начал изучать политику, шарить во всем. Челу, блядь, вероятнее всего, не больше 18 лет, но он все понимает. Почему? Потому что база, основа, блядь, стержень, нахуй. Посмотрел то, посмотрел это. Вот. Фундамент, блядь. Да-да-да. Да-да-да. Стасик. Жорик. О-а-а. Да-а-а. У тебя чат ебланов или нет? Нет. Не, ебланы, конечно, ну, бывают. Периодически залетают. Вот, например, сейчас один. Которые считают, что они самые умные и самые, нахуй, разбирающиеся. Вот. Все они знают. Все они видят. 21 тебе, братан. Еще хуже, нахуй. Одно дело, если бы тебе реально было 16, можно было бы оправдать твою вот эту вот хуйню, что ты пишешь. А тебе еще и 21. А ты еще так и написал, будто бы гордишься этим, блядь. Стыдно должно быть. Что мы понимаем из этого исследования? Что поддержка, как минимум, части так называемых сторонников основана вовсе не на... Понимаешь, на самом деле это бесполезно. Это бесполезно, потому что ты со своей позиции считаешь, что не шарю я. Я со своей позиции считаю, что не шаришь ты. И что дальше, блядь? Ааа, все. Спасибо тебе за донат. Спасибо. С оправданием действий властей и не подменяют черное-белое. Сток, спасибо за перепадку. Да, их заблуждение довольно... Жул Келлер, спасибо. Теранова, спасибо. Да, спасибо. ...глубокие. И это, безусловно, успех российской пропаганды. Но заблуждение это не фашизм и не ксенофобия, не имперскость и не желание навалять коллективному западу. Заблуждение лечится словами, личными разговорами, аргументами, достоверными фактами. Есть ли среди тех, кто выступает... После слов, что нельзя критиковать свою власть во время войны, нервно курит в сторонке один бледенек с германским гражданством. Аноним, спасибо за 120 рублей. ...за войну в вопросах реальные сторонники донацификации, возрождение СССР, бомбежек Львова и так далее. Да, конечно, есть. Но надо понимать, исходя из всего, о чем мы говорили сегодня, таких откровенных зетников далеко не 70%. А согласно независимым опросам, даже и близко не половина. Да ладно. Дай бог, дай бог, чтобы так это было реально. Про военная пропаганда опасна не только и не столько тем, что она лжет. Окей, ссылка на ролик, велить канал, как в нике. Пиар не нужен, ибо ролики не выкладывай по полгода. Просто шопки оценили опросики в РФ. Не настаиваю, но если интересно. Спасибо за донат. Блядь, ебаная реклама нахуй, блядская, ебучая, ютюбовская, срань, вонючая. Ненавижу, блядь, рекламу. В этом ролике. Скажите, пожалуйста, вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину? Стати, в Йо, еще я помню про фишки покемонские, про ю-ю, про пентеумы. Ну, ты понял, посмешка. А нервы крепкие сегодня? Да, тут ты прав. Еще как пригодится. Спасибо, посмешка. Спасибо. Скажите, пожалуйста, решение провести специальную военную операцию России на Украине. Вы поддерживаете или не поддерживаете? Поговорим немного о вас. Скажите, пожалуйста, вы смотрите телевизор или нет? Ну, знаете, из сортов говна сложно выбрать. Ээээ, смахивает на фэйк. Не одобряете или не поддерживаете? Нет, не одобряю, не поддерживаю. Воскресенье внутренней политики? Нет. Осуждаю его деятельность в сфере внутренней политики. Скажите, пожалуйста, если бы в ближайшие воскресенье состоялись выборы в Государственную Думу России, за какой из следующих партий вы бы скорее... Ладно. Пропагандисты не просто говорят, что черное это белое, а белое это черт. Они буквально сводят людей с ума. Человек всегда знал, что убивать плохо, а развязывать агрессивные войны это преступление. Человек знал, что нельзя под благовидным предлогом вторгаться в другие страны. Именно это, кстати, ему много лет говорила сама же пропаганда на примере Ирака и Ливии. Но сейчас пропаганда внушает аудитории. Ваш долг перед Родиной состоит в укрощении собственной совести. Совесть вам говорит одно, а вы вслух должны произносить нечто прямо противоположное. Вы прекрасно знаете, что то-то и то-то неправда. И мы знаем, что вы знаете. Но высшие интересы требуют признавать истинной очевидную ложь. Таков, дескать, партериотический долг. Такая обработка травмирует человека ментально. Примерно так же, как если бы он попал в тоталитарную секту. У человека в прямом смысле слова нарушаются когнитивные функции, разрываются нейронные связи. Это состояние, требующее помощи. А помощь может быть только одна – разговаривать. Психолог тем отличается от психиатра, что он не назначает лекарств. Он лечит человека, разговаривая с ним. Юрий Дудь и Оскар Кучера, за что, опять же, спасибо им обоим, показали нам в деталях сам механизм и клиническую картину недолго. Наше же дело – разговаривать с теми, кто нам близок и дорог. Так, терпеливо помогать им и не бросать их. До завтра. Ага, давай.